Привет, привет, господинчик. Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Привет, коллеги. Держитесь, у нас сегодня многоженец. Говорят, что у него одновременно было прижим. Кто же за него пришел бороться? Кто такие отчаянные? Ага, заводная Александра, интеллигентная Ольга и скромная Рита. Но для начала давайте посмотрим на жениха. Здравствуйте, я приехал на Тищебюро «Стриндушу», в этом мне поможет мой друг Дмитрий. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, умницы. Здравствуйте, красавицы. Сергей, 47 лет. 7 лет жил на 3 семьи, но в итоге остался в одиночестве. Сергей по специальности экскаваторщик. Работает водителем в торговой компании. Мечтает купить домик у моря. Предупреждает, что не ест по два раза одно и то же блюдо, много курит и ездит на рыбалку. Сергей не терпит манерных и заносчивых женщин. Его идеал – стройная блондинка или брюнетка славянской или восточной внешности с ребенком или без детей. Сереж, ну как-то вы не похожи на надорвавшегося мужчину. Вполне себе хорошо выглядите, очень даже молодо. А что, может быть, всем стоит призадуматься-то? Может быть, это и хорошо вот такое? А у Карам было написано, можешь содержать троих жен? Содержи, пожалуйста. Так он же не из ваших, не из татар. Тут дело не в этом. Жил, как хотел, Ларис. Да, в удовольствие, правда? И поэтому на Челееву не отразилась никакая печаль. Счастье мое. Улыбалки. Ну что, миленькие, улыбаться бы ум или цветочки подарим нам. Обольститель. Эдакий. Роза, держись. О-о-о. Логови. О-о-о. Да, конечно. Боже, боже. Лабзай меня, лабзай. Боже, боже. Вот так же он к третьей приходил. Спасибо большое. И так же дала. А если бы не сиротка ласнет была? Нет, не надо. Судя по цветам, уже типаж его женщины уже и так заметен. Два букета белых роз, один розовый. И розовый он дарит Василисе, да? Василисе, да. Я знаю, что у вас еще подарки. Извините, я не розы, конечно, но напрашиваюсь. Стол прозрачный. Я, Сережка, все увидела. Ну, так как мы из Белоруссии, конечно, Россия родственная нам душа. А, из Белоруссии. Посуда. Так это ж мой любимый мужской тип. Да, спасибо. Ой, классно. Да. Это, наверное, оставшиеся тарелки, которые ваши жены бывшие не розыграли о вас. Это вам. Спасибо, Мальчик. Очень приятно. Много тип. Как они отмелились. Ну, вот, смотри, тебе нравятся длинноволосые мужчины? Ну, вообще, длинноволосых мужчин я, конечно, люблю. Ну, а Чебаш такой. Дрявый. Ну, он такой брутальный, посмотри, высокий как раз. Серёня, а вот голос такой секси, very sexy. Откуда? Простыл или от рождения прямо? Нет, это просто, вы знаете, что... Ой, не надо, чтобы проходил. Мой мальчик. Ой, ну. Просто за всё время, когда позвонили и сказали, что нас приглашают, конечно, ну... Ну, я же не то, что хотелось, я думал попасть бы к вам, потому что, не знаю, я вами восхищаюсь, вам просто не передать. Моё счастье. У вас, мало того, что вы профи, мало того, что вы красивые, умные, вы шикарные. Всё, давай руку, команда. А скажите, пожалуйста, а вот если бы в наших лицах у вас было три женщины, вы бы от нас ушли? Знаете что, давайте так, я тогда стихотворение для вас там сочинил, с промптом. В этой передаче девушки что надо. Роза, Василиса и ведущая Лариса. Я люблю вас сильно, вам не передать. Жаль, что одно сердце, мне вам не отдать. Я бледнею, я краснею, жилки все дрожат. Был бы Шхангисханом, смог бы вас я всех забрать. Я безумно счастлив видеть вас сейчас. Вас таких милашек в этот поздний час. Вот кто устоит? Кто устоит? Никто, никто. Я ваша. Серёжа, я ваша. Серёжа, мы половина вопросов, которые я в своей голове уже сложила, они сами по себе отпали. Но смешно даже спрашивают, как вам удалось, Сергей, вот сразу содержать троих женщин, и все они вас любили, за вас боролись. А вот так, вот так. Оля, он слишком любвеобилен. Слишком любвеобилен. Ну а может вот он возьмёт вот и остановится. Да нет, ну у него на лбу написано, что он не способен остановиться. Он так и будет перейти. Ну давайте по порядку. Вы женились-то рано? Почему рано? 23 года мне было. 23 года. И там родилось двое детей. Ну сразу мне. Почему двое? Не, не сразу. Ну сразу родилась дочь в Минске, Ирочка. Потом чуть попозже Костя родился. Потом я познакомился со второй женщиной. Танюшенька с Красноярском, с Карачьяношком. Красивая, конечно. Если так еще одеться, там, вау. Не устоял. Не устоял. Ну и да, такие слабые. Ну действительно красота, вы понимаете? Чисто русская красота, и вот всё прекрасно. Серёж, и от жены ведь не ушёл. Не, от чего должен уходить. Но ведь ваша жена была мусульманка из Туркменистана, да? Да. И в общем-то и она, как восточная женщина, понимала, что такой голубоглазый, с длинными волосами, красавец. Одной рукой так баранку крутит, вторая так рука на талии, молодухи. И, короче, по жизни покатил, да? А дальше чё, Серёж? Не, ну руку я не ложу, потому что, вы знаете, что я не могу сразу, даже если человек мне сильно нравится, ничего дальше не будет. И это надо время, чтобы именно что-то переросло, потому что мне много нравится, ну я могу ручку поцеловать, да. Шучку не целую, губы подавно. Потому что пока если нету чувств, я не буду этого делать. Роза, а ты руки-то на руки-то его посмотри. А он чё, без чувств, что ли? Нет, на руки-то на руки-то посмотри. Рабочие руки? Нет, дело не в этом. А чё, с руками-то? Крепкие руки. Так что ты женщина глупая, ты такой, ой, господи, не туда смотришь. Ой, Серёж, ну никогда не устояла вторая. Первая узнала. Ну, что-то началось полгода, как бы мы... Стали жить на две семьи, счастливо. Знаете что, я говорю, сказка с этими тренажерами, пока у него где-то лет пять. А третья появилась когда? Третья появилась, мы были на выпускном у старшей в детском саду. Старшая тоже у неё была одна годка с моей, и они были вместе с саду, и как бы, когда прошла академия в выпускной, ну, там, провозил, там, туда-сюда, и там... И чем поразила она вас? Ну, там тоже изюминка такая. Во-первых, она брошенка. Ну, да. И пожалел. Ну, что одна с двумя детками-то. Да, и, конечно, было тяжело, что говорится. И помогал. А возможность была помогать всем троим? Без проблем. Потому что и с бизнесом было всё хорошо, да? Нет, честно говоря, по себе было не... Как бы, я на себе сильно не тратился, и, как бы, сколько мужчины надо для себя. Это не женщина. Женщине надо там много чего. Начиная от какой-нибудь простой безделушки близко, и кончая хорошим бриллиантом. От хороших, допустим, духов и хороших цветов. Вы правильно понимаете. Хорошо, что он понимает, что нужно женщине, но женщине ещё что-то другое нужно. И вот в результате народилось собственных детей пять. Да. И тех, которых воспитывал. И вот восьмерых детей и троих жен ведь содержал, Серёж. И хорошо содержал. Старался, по крайней мере. А почему ни с одной из них не остался? Почему всё так рассыпалось? Знаете, они всё равно потом, всё равно каждый даже... Они старались мне, чтобы... Я был только чисто её. Ну, там дети есть, там дети есть, там есть дети. Кого откинуть? Опять же, каждое чувство. Кого выделить? Розу выделить? Ларису выделить? Василису? Кого откинуть? Ну, давайте реально. Я не смог никого. Они... Ну, понятно, что меня выделить. Это же смешной вопрос. Но и среди женщин своих должны были определиться. Не смог. А я готов старой быть. Да? Ну, я вот не готова. Тебя и не зовут. Вообще не серьёзный, товарищ. Несерьёзный мужчина. Хотя он и вроде бы ищет. Может быть, наша была у него... Вот восточная женщина, и потому, что там есть подтекст многожёнства, что она вот это принимала. Да? Позволяет ему, да. Скажите мне, пожалуйста, ну вы такой завидный жених-то, известный. Уже всем другим-то страшно, кто вас знает? Городок-то маленький за вас выходить. Вот приехали в Москву за невестой. Я не могу за кого-то ответить. Я могу ответить за себя. Вы знаете, что я... Или там уже всё, поле... Уже всё помечено, поляна. Нет. Уже не осталось, не из кого. Я же вам сказал, что даже если человек мне сильно нравится, это ни о чём мы ещё не говорим. Хорошо. Вот какие гарантии у наших женщин, что вы опять не обзаведётесь? Уже привычка-то... Нет. Хорошо. ...к большой семье, к трём женам. А сил-то хватит. А чё, нет? Хватит, конечно. Значит, они выпалили... У меня не то, что углей нету. Выпали конкретно. Мне было очень больно. И сегодня я как хороший самурайский меч. И поэтому не каждый. Мало того, что у меня есть свои принципы, от которых я не наступлю однозначно. Перечислите. Принципы... Значит, я не люблю лжи, обмана, флица на моих глазах. Не люблю, когда мне что-то, допустим, приказывают или хотят мне купить. Однозначно не проходят. Я не уступлю в этом. Купить вас? А чё, вы продаётесь? Ну, или... Не продаётесь. Я говорю, что у вас в Москве хватает людей, женщин, которых хватает денег. А что делать? Деньги есть мужика? Нет. Где же его взять-то? Вот и покупаем. Вот он перед вами. А он говорит, не продаётся. А у него есть некрепкий бульбаш мужчина. Он говорит, не продаётся. Я просто хочу... Утром не утекать с постели, а лежать и не вставать. Ну, и не продаётся. А если тебе купили, то ты будешь бежать там, где тебе хорошо. А нет, отрабатывайте. Что, куда бежать-то? Отрабатывайте. Девушка. Деньги, деньги, деньги. Деньги, 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 деньги. Ну, одного бы да. Если не своих, то с детдома возьму, однозначно. Привык перевоспитывать, потому что... Скажите, вот мне только одна вещь насторожила, что женщины от вас стали как бы постепенно уходить, когда у вас с бизнесом начались проблемы. Ну, нет, такой фактор, конечно, присутствует, но не на большую часть доли, поэтому это будет неправильно. Сейчас скажу, что они убежали только потому, что они приглашали меня каждое по отдельности, всё равно хотели, чтобы я вернулся. Понимаете? Ну, скажу, что чисто они... Сейчас с ними в каких отношениях? Ну, с одной очень дружеских. С кем? Со второй, с Надеждой. С русской? Да. Таша, он тебе показался какой-то творческой личностью? Тебе ведь этого не надо. Нет, творческого мужчину... Ну, нет, если... Если в своей компании, да, только? Нет, не в своей компании. Нет, я не хочу, чтобы мужчина там что-то там был, заводил я какой-то компанией. Ну, нет, чуть-чуть там стихии. Нет, чтобы мужчина был возле меня, скромно молчал, смотрел на меня, я хочу такого. Одна я буду звездой. Ну, так что? За кем пришли? Вы такой, как есть. Вас полюбят такого. Просто человек, я говорю, я не хочу простых ошибок. Не хотите? Я хочу жить просто долго и сейчас, и жить лучше, чем я жил. Ой, молодец. Просто я хочу, чтобы был человек, который действительно будет... Она должна будет с вами поехать? Или вы готовы переехать в Москву, если она будет в Москве? Нет, в Москву однозначно, нет. Не хочу я. К себе заберете? Да. Саша, ты готова переехать из своего города к нему в Белоруссию? Нет. Во-первых, покинуть Москву, покинуть Россию, я не готова. Не то, что на Белоруссию, не на какую-то другую страну. А вы где живете в Белоруссии? 60-ка на Татминске. 50. Маленький городок. Ой, как я люблю Белоруссию. Абашки и белорусов люблю. Классно. Я буду, конечно, сегодня стараться, но что бы я ни делала, что бы не делали Роза с Василисой, как только ваша игра и гармонь в сторону девушки направится, и никакие доводы вас не остановят. Потому что вы будете любить, влюбляться до гробовой доски. Вы такое, вы ничего не сможете с собой сделать. И это хорошо, вы редкий тип мужчины. Ой, не знаю, редкий не редкий, а старость наступает у всех. Поэтому, Даша, в семье есть определенный период, называется опустевшее гнездо. Вы вон в тройном варианте испытали, как гнездо опустело. Поэтому, значит, вам нужна женщина заботливая, с кем старость встречать, чтобы поспокойнее было, чтобы позаботилась. Не всегда же вы будете это, а-ля Олю. Я считаю, мужчин вкладывать нельзя. Это точно отдачи не дает. Вот чем больше мужчина вкладывает в тебя, тем он больше потом ценит. Опять же, это же не всегда деньги. Это внимание, это эмоции. Время. Совместный досуг. Время главное. Ребенок, опять же. Вы человек, родившийся в полнолуние. Это те люди, которых голова Солнца тянет в одну сторону, а эмоции Луна тянет в сторону другую. Но все-таки с возрастом человек научается что-то с собой делать. Поэтому я призываю ваш, деви, рациональный разум включиться и попытаться свои эмоции, свою Луну в рыбах, тревожную, мнительную, переключить на другое. Пускай женщина будет заботливая, нервная. И тогда вы, включив свою жалость, сможете не изменять ей, сможете быть верным. То есть, если она перехватит себе ваши страхи, которых у вас достаточно в жизни, я считаю, что вполне может сложиться пара единичная, а не тройственная. Вам, наверное, кто-то когда-то сказал, Серега, как тебе идет улыбка, улыбайся почаще. Но вам никогда никто не сказал, Серега, как тебе идет быть серьезным и заботливым. Сереженька, поэтому будьте разным, любите. Вот есть такие мужчины, которые даны нам на радость и на счастье. Хочу, чтобы вас хватило надолго. Поэтому уже через несколько минут Сереже предстоит встретиться с первой невестой. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Сергей. Идите, встречайте. Спасибо, девушка. Спасибо. Александра, 45 лет. В прошлом директор Дома культуры. Сейчас судовой повар поет в караоке и играет в бильярд. Гордится тем, что хорошо готовит и сама может сделать ремонт. Предупреждает, что у нее громкий голос и страсть к шоппингу. Бывший муж Александры поднимал на нее руку. А три романа с моряками тоже ни к чему не привели. Уверена, что Сергеем она найдет свое женское счастье. Вот вы такая милая, такая приятная. За что вас муж бил? Ну, это было давно. Еще когда была совсем молодая, глупая. Ну, все равно я считаю, что как бы бить-то меня не за что было. Не за что? Потому что я знаю вашу историю. Она глупость какая-то. Ну, вот. Однажды вы лежали в кровати и похохатывали. Да. Ему показалось, что я пьяная. А что, запах был алкоголя? Нет. Ну, вот, потому что я вообще... Вообще человек сейчас-то очень малопьющий, а до 32-х лет я вообще не пила. Скажите, а над чем смеялись в постели? Не над тем, что я думаю? Нет? Потому что если над этим, то, в общем-то, он имел право вас ударить. Нет, право не имел, но это, в общем, как-то объясняет, я бы сказала. Нет, я вообще была хохотушкой. Я и сейчас-то хохотушка уже. Но постель, это, знаете, не место для похохатывания. Ну, нет, ну, бывает вот что-то... Потому что мы в это время очень уязвимы все. Ну, может быть. А что это за игра была и где эта игра происходила? Мне прям впечатление произвело, что вы стояла бутылка с самогоном. Нет, 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 это когда я уже уехала в деревню, вот это я уже уехала от мужа когда, вот я уехала в Архангельскую область. И там деревни, они очень весело всегда жили. Да, как хочешь себе, но... Нет, я вела дискотеки, я была директором, сначала художественным руководителем, потом директором Дома культуры. И вот идет, допустим, дискотека, знаете, вот как сейчас на дискотеках, допустим, не знаю, как сейчас, я давно не была на дискотеках. Раньше вот сумочки, как мы складывали в серединку и вокруг сумочек танцевали. Так вот, у нас в деревне это была фляга с бражкой. Вот они ее ставили на середину, стоял ковшичек вокруг бражки, вот так, как мы вот тут... И бесконечные танцы, конечно, да. Там их убивали, подходили, выпивали, ну так как-то очередность какая-то. И вы заметили только одного мужчину, который не подходил и не выпивал. И кем он оказался? Он моряк был. Маньяк? Моряк! Маньяк от возраста. А когда начинали программу пять с половиной лет назад, вроде ничего, все слышали. Да просто у нас в программе маньяки встречаются чаще, чем моряки. Да ладно, будет вам, ни одного не было. Шуршит у нас тут жених, вон это, бутылку же открывает. Про бражку, поди вспомнили? Да? Давай, делай. А там, как говорится, к слову пришлось. Подо мной шебуршить и шебуршить, все. Ой. Вот кто вас тянул за язык, называется, Александра. Ладно, дома она откроет, Александра. Прямо сейчас при тебе такую красоту будет портить. Ну так замуж за него вышли? Да погоди, там у него пока не передаст. Ну знаете, язык говорит, а руки делает. Ну вот, Рита, как подарки, как хорошо? Это хорошо, но как-то все очень много. Много чего-то, да? Сразу, да. Должно быть что-то лаконичное, он должен себя обозначить каким-то образом, да, свою как бы изюминку показать, да? Ну так и замуж-то за него пошли, за этого. Да. Он ушел в море, я его ждала с моря. У нас все было очень хорошо, все было прекрасно, вообще была целая сказка. Ну, пока, в общем-то, не знаю, может быть, я, может быть, располняла. Ну, в общем-то, он захотел молодую, худую, с длинными волосами, я ни под одну не подходила. В общем, он нашел себе молодую, худую, длинноволосую. Да, я осталась одна, и вот я обратилась... С работы проблемой думаете, что у вас делает? Нет, я обратилась к свахе. О, моя тема. Я обратилась к свахе. Свахе, молодец. Слушай, ну да, ей надо мужество иметь, чтобы, да, обратиться к свахе. Сваха выдала такой список телефонов мне. В общем-то, я как бы ошиблась номером. Во всяком случае, он сказал, что он никакой свахе никакого номера не давал. Но встретиться захотел. Да, но встретиться захотел. Вы пришли на свидание и думали, что не очень хорошо выглядите. Ну, он просто... Я к тому времени такая была голодная вся. Вот. А он такой был пушистый, такой от него пахло благополучием, такой в норковой шапке, в дубленке. Просто вот директор шоколадной фабрики. И вот мы с ним пошли в кафе. Я думаю, ну хоть пироженку, что ли, съем за его счет. Вот как-то вот такие вот мысли были, потому что я тогда что-то вообще дошла. И после этого он меня начал провожать домой. Я как бы думала, что, ну, думаю, на меня не посмотрит. Нет, он что-то так меня поцеловал в щечку, посадил на маршруточку. А когда начались вот эти завиральные его истории? Ну, во-первых, про свою жену. Говорил, что она бывшая? Ну нет, ну да. Он как бы от нее ушел, вот. И рассказывал о том, что она у него и дурочка там, и вещи-то в окно выкинула. Потом это-то оказалось, что она его застала с другой женщиной в постели. И выяснилось, что он женат, что он ни от кого никуда не уходил. Нет, он действительно ушел, просто она его потом начала возвращать назад. Когда узнала, что он с вами. Да. А возвращала она оригинальным способом. Звонила тогда, когда вы уже, как говорится, ложились спать. Да, ну это начиналось часов в 10 вечера, в 11. То есть это начинало... Не давало вам. Да, да, да. То есть у них общий ребенок маленький был. И вот она все время звонила как раз, вот расскажи ей сказку, она не может уснуть. И однажды он, она сказала, что кто-то там заболел, или ребенок приболел, в общем. В общем, он сказал, что он идет как бы с друзьями в баню, в сауну. Я говорю, ну ладно, иди. Но хотя я уже понимала точно, что он идет к ней. Там просто началась такая последовательная операция под названием «Возврати бывшего своего». Да, и вот я уже, в общем-то, от него, собственно говоря, отказалась. И когда мне пришла смс-ка с... Его телефона. С его телефона, да, с нецензурными какими-то словами. Ваш адрес. Да. Я написала «Сама такая». Она говорит «Я не сама, я сам». Я ей пишу «Ну и дура». Потом что-то молчок такой, и я снова пишу «Как сауна». Она опять нецензурно ответила «Я». Ну и с легким паром. И вот, в общем-то, наша переписка на этом закончилась. Моя птичка. А он потом не пытался оправдаться, нет? Остался там? Он там остался, он очень пытался оправдаться. На следующий день оборвал просто телефон, но у меня уже были другие проблемы со всем. Зачем она опускалась на этот уровень? Поэтому-то, возможно, мужчины к ней так и относились, наверное, да, что ногу на ней и руку поднять. Если она сама себя опускает до такого. Нет, нельзя позволять. Вас не смущает Сергей вот такой любвеобильный улыбалкин? Нет. Потому что внешне вы очень монтируетесь, между прочим. Такой очень позитивный человек. А дети есть у вас? Вот дети у меня. Вот. Дочка и сын у меня тоже большой, 20 лет, он сейчас в Архангельске. Ну, надеюсь, детей еще не хотите? В 45 лет? Думаю, нет. Ну, вот я говорю, он ждет детей-то вон просит. Ну, он говорит, что возьмет в детском доме, в приюте, если не родит своего. А вы как? Ну, если честно, то я чужих детей не очень люблю воспитывать. Воспитательница с меня очень плохая. Спасибо за честность. Ну, а тебе можно еще родить ребеночка, потому что ты у нас такая мать. Сюрприз покажете? Обязательно. Я с тоской смотрю на бархан. Вглубь песков ушел в караван. Злой саман заносит пески, но всегда и везде, помни ты, я буду ждать тебя возле паев. Приглажив, взгляд, 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 глаза блинят, улыбаются. И если не дождуешься ты, как бы не был путь далек, Не стану верить я ни в судьбу, ни в грозный рог. Все равно дождусь тебя, как бы не был путь далек. Если вдруг собьешься с пути, на звезду и нам погляди, Это наш с тобой талисман. Хорошо поет, да? Хорошо поет, да? Молодец. Молодец. Как артистка. Прямо такая артистичная. Верю я, дождусь тебя, как бы не был путь далек. Не стану верить я ни в судьбу, ни в грозный рог. Все равно дождусь тебя возле пальм у трех дорог. Браво, браво, браво! Молодцы, девчонки, забирайте дары и в свою комнату. Мы вас будем обсуждать. Заходи, Саша. Как вам, Александр? Видите ее в паре с Сергеем? Ну, я почему-то не вижу. Она не хочет детей. Это уже минус. А куда Сергею девятого? Ну, ну... Ему уже нужно внуков ждать, они скоро будут. Есть. Я своих детей, мне не было времени их растить, потому что я работаю без выходных, без отпусков, я действительно просто покал. А сейчас хотите наслаждаться? Да, я хочу учить песочницы, хочу возить его с ними на речку. Так и внуков? Я не знаю, как вы, лично мое мнение, я готов помогать растить. Помогать, но не растить. Хорошо. И не жить за них. Роза? А мне даже очень... Вот с ней, кстати, стариться достойно очень даже получится. Не стариться, а молодость продлевать будешь свою. Да, я не собираюсь сейчас стариться. Конечно. Да. Самостоятельная, готова на себе многое тянуть в хозяйстве, но хочу ей сказать, что она всегда в жизни может рассчитывать только на себя. Она и хочет на себя все это брать, в каком-то смысле слова, и правильно делает, но что чувствует. Просто русская женщина. Мужчин ждать милости. К сожалению, многие женщины это знают на своем опыте. Да. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас тут есть Сергей. Встречайте вторую невесту. Проходите. Ольга, 34 года. Экономист в туристической компании. Знает английский и немецкий языки и мечтает выучить испанский и китайский. Гордится тем, что может без подготовки сесть на шпагат и встать на мостик. Признается, что изредка курит и часто опаздывает. Когда выходила замуж за мужчину по фамилии Трусов, подумать не могла, что фамилия окажется говорящей. Надеется, что Сергей не струслил. АПЛОДИСМЕНТЫ Дарю подарки. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, Сереж, подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вы влюбились в мужчину по фамилии Трусов. И ничего вас не насторожило? Вы знаете, когда я влюбилась, у меня фамилия ничего не насторожило. Когда мы собирались заводить детей, конечно, у меня возникли определенные какие-то опасения. В общем-то, я прямо спросила его, что будет, если ребенка будут дразнить. Он сказал, никогда в жизни его не будут дразнить. Но, к сожалению, некоторые симптомы уже проявлялись, когда я была беременная. То есть, он жалел потраченных денег на какие-то распашонки, он купил самые дешевые одеяльцы. Тогда его бы была фамилия Жаднов. АПЛОДИСМЕНТЫ Крусовке это такое имеет отношение? Он просто боялся расходов. Да, боялся расходов, наверное. Нет, ну, например, он вам предлагал купить шубу. Какой же он жадный и трус? А вы сказали, шубу не надо, давай лучше в квартиру вложим. Дело в том, что шубу он предложил купить в состоянии аффекта явно. То есть, когда узнал, что у него родился сын, и это не настаивал на своем предложении, надо сказать. И если бы он действительно хотел ее купить, он пошел бы и купил. Саша, в тебе гораздо больше обаяния, чем вот в этой девушке. Может быть, она, конечно, очень хороший человек, я не знаю, но ты... Мужчины всегда выбирают самую молодую и самую худую. Вот смотрите, а когда ребенок родился, его стало все раздражать, что ребенок кричит, что ему нужна еда, внимание. Его стало раздражать, да, и то, что он плачет, и он утверждал, что ребенок плачет больше, чем другие дети. Ему, скорее всего, был нужен как, ну, продолжитель рода, но не нужен был ребенок как ребенок, чтобы вот... Нет, он прямо заявлял, что я хотела ребенка здорового, ребенка. А этот болеет, ему нужен постоянный уход. И он мне говорил, тебе самой нужен постоянный уход, потому что из-за того, что я не высыпала, у меня были приступы давления, приезжала скорая. Ты тоже болеешь. Короче говоря, он оказался не готов к тебе, к этому родительству. Он да, к заботам был, не готов. А потом, когда вы легли с ребенком, а у пацана, мальчик же у вас, да? Да, да. Оказались воспалены почки. Да, он лежал в реанимации. И потребовалась его помощь, да. И когда я звонила ему... Он что сказал? Говорил, он сказал ему не привыкать болеть. Это была его фраза. Ну, уже многое говорит. Общается муж с ребенком? Нет, дело в том, что он перестал общаться с ним. Он просто вычеркнул нас из своей жизни, потому что он, в общем-то, обобщил. Он сказал, что если бы я знал, что это такие проблемы, я никогда бы не женился и детей бы не завел. А сын по вашему настоянию или по собственному желанию поменял фамилию? Можно сказать, что по настоянию моего сына мне пришлось поменять фамилию. То есть я меняла документы. Почему-то достаточно такой долгий, сложный процесс. С согласием мужа? Нет, в том-то и дело, что поменять фамилию, он отказывался давать согласие на смену фамилии. Конечно. А тогда как вам удалось его лишить европейских прав? Лишить? В общем-то, как существует стандартная процедура. В этом мне очень помогла моя мама. То есть она собрала необходимые документы. Она нашла свидетелей, которые, судя, показали, что они не видели, чтобы отец ребенка с ним гулял. Ни разу не видели его в больнице. Ни разу не видели его в школе. Лена, ты представляешь, какой шаг она совершила? Это тоже надо иметь мужество. Вот перед вами сидит такой Сергей. Если у вас все сложится, поедете в Беларуси? Проблема не в переезде. Нет, проблема в переезде, это другое государство. Ну, я жила в Смоленске, то есть очень близко к Беларуси. Очень близко. В принципе, у нас много белорусов живет и работает. Это меня достаточно близко по духу страны. Надо еще понять, что к кому ты едешь? К кому ты едешь вообще? Можно ли довериться этому человеку? Конечно, зачем? Олечка, а я бы и на сюрприз уже посмотрела. Любовь, она стоит того, чтобы верить, надеяться, ждать. И наступит тот час, и ты сможешь парить, и ты сможешь летать. Хлопья снега на небе удивительны, красивы, легки. Ты не видел их раньше, ты был выше, но сейчас мы не так далеки. Каханье есть, каханье сила. Яну с тобою си жеце, жеце каханье надродила, и тильки смерть мадзней яго. Ой, она предложила руку и сердце здесь. Ну, я не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты вот волнуй, где у меня... Значит, у нас все написано. Сергей, как вам повезло с подругой? Забирайте ее и приходите в свою комнату. Мама. Как вам невеста? Ну, на меня она произвела очень хорошее впечатление. Она пишет стихи. То есть, она их так чувственно выражала. Достойная вторая половинка. Потом у нее нет страха переехать в Белоруссию. Вот это еще один плюс. Как тебе жених-то? Ну, надо сказать, что... Ну, он очень приятный. Он очень... Но с трудом глядится, что он не был вовлечен. Он не был вовлечен в многожелстве. Считаю, что неплохой для вас вариант, потому что вы найдете в ней родственную душу. Она любит земных мужчин. Ей лучше мужчину попроще. Пускай ваши стихи будут проще, чем ее стихи. Пускай ваше видение жизни будет проще, чем ее видение жизни. Я считаю, что как раз это ровно то, что нужно ей самой. Она будет счастлива от этого. Но вопрос верности, вопрос ключевой с вашей стороны. Если обещаете, если чувствуете в себе силы уже не метаться по сторонам, тогда можно. Мне вот смущается, что у него отношения такие были. Как вообще дети воспринимают такие отношения? Это не нормально. Это не модель нормальной семьи. Встречайте третью невесту. Спасибо, девушка. Ой, как мило и трогательно. Растерялась. Иди к нам, Риточка. Рита, 39 лет. Медсестра в инфекционной больнице. Любит вязать, пить кофе и читать медицинскую литературу. Гордится тем, что всего достигла в жизни сама. Мечтает переехать в загородный дом из комнаты в коммуналке. В жизни Риты был один единственный мужчина, который ревновал ее к новорожденной дочери. Надеется, что Сергей станет ей заботливым мужем. Да, Риточка, что это по щучьему велению? Что это за скатерть-самобранка? Пусть сегодняшним сюрпризом будет то, что хочу угостить вас за этим столом. Вы сами готовили? Да, конечно. Потрясающе. Угостите меня, пожалуйста, обязательно. Я очень люблю долму. Как мило, что вы... Ой, какой молодец! Не боюсь, не боюсь, не боюсь. Солнце, пост, ребята, пост. Не могу. Хорошо, хорошо. А это что такое? Думаю. Это крест, да? Да. Самая вкусная и полезная еда. Дай понюхаю хотя бы. Все, спасибо. Ой, какое искушение. В обед еще кипело, кипело в обед. Надо есть... Ну, это маленькая совсем она. Они совсем смотреться на воду. Какая захочется, подкрылась, козья. Это чтоб вы по-любому были не одна. Спасибо. Спасибо. Рита, а как так получилось, что ваш собственный муж ревновал вас к собственной дочери? Ну, наверное, потому что с рождением ребенка больше времени стало уделять ребенку, как и... Обычная история. Обычная история, да. И ему казалось, что времени ему уделялось мало. И в связи с этим отношения стали... Ну, он больше времени стал проводить с друзьями. Впоследствии появились пагубные привычки. Он тоже армянин, да? Да, он тоже был армянин. Пагубная привычка застолья? Ну, да, с друзьями. И, наверное, увлекался, да, алкоголем? Да, увлекался алкоголем. А и, в принципе, все тяготы воспитания ребенка на мои... А где жили? Жили у меня в комнате. В Москве, да? Да, да. То есть вы приехали в Москву и здесь с ним познакомились? Здесь я познакомилась, да. То есть было тяжело, конечно. Конечно, тяжело. Ужасно. А сколько сейчас ребенку? Ребенку сейчас 14 лет. Она с вами? Да, конечно. А долго его терпели? У нас, в общем-то, я как поняла, у нас отношения длились два года. Но, как я поняла, что дочке не будет хорошим примером. Легко отпустил он вас? Ну, вначале было тяжело. Ну, как бы это задевало мужское эго. Но в процессе он понял, что все равно... Рит, вот скажите, вы ведь не расписались с ним? Нет, не расписались. Для кавказцев, имея общего ребенка, это такое исключение? Когда мы с ним познакомились, он был приезжий с Арменией. У него не была регистрация. И я была не прописана. И у нас так сложились обстоятельства, так сложилось, что мы не могли зарегистрировать брат. Но сейчас у вас все хорошо? Да, я гражданка России, все эти проблемы нет. Вот она похожа на котенка из мультика. Знаешь, вот с такими глазками, вот она что-то про себя рассказывает. Я такая бедная, несчастная, пожалей меня. Ты боишься? Мы вместе боятся. Это типа женщина, которая просит ее пожалеть. Виточка, ведь у вас после мужа не было ни одного романа, не было ни одного мужчины. Да, серьезных отношений не было. И мужчин я не видела. Таких мужчин, с которыми... Не могли себе позволить, чтобы девочка видела, как на ее глазах мама... Да, у меня родители прожили, уже живут 43 года вместе, и поэтому пример своих родителей... Скажите, она общается с отцом, дочь? Нет. И он не помогает нематериально? Нет, нет. То есть он из вашей жизни исчез? Исчез. У нее один мужчина был. Ну я очень даже верю, что у ней был один мужчина, потому что ее вот эта вот зашуганность, вот эта ее какая-то такая кротость... А вот меня, знаете, что беспокоит? Вообще быть хорошей женой, ухаживать, даже так скажу, ухаживать за мужчиной, как хорошая жена. Опыт нужен, практика, знаете? Ой, вы знаете, у нее очень длительная практика. Она работала более 15 лет в детском отделении инфекционной больницы. Я думаю, этот человек не нуждается в медсестрах, не нуждается именно действительно в психологии. Да, вполне здоровый, по-моему. Очень даже здоровый. Вполне здоровый. О, какая роза злая все-таки, да? Мне кажется, ей нравится Сергей. Смотри, самая человек, а вашу долгу это ухаживать. Прекрасная, Рита, прекрасная. А поедите в Беларуси? Если я пойму, что это мужчина... Ну, да, пусть поймете. Ой, умница какая, какая умница. Скажите, а дочка уже в девятом классе или в восьмом? В седьмом. Тут момент какой. Вот она живет в маленькой комнатке, да? И она вот хочет заменить и отца, и мать, да? Ларисочка, я в эту комнату, она поставила пианино. Девочка учится в музыкальной школе. И комната, наверное, вся вылизанная, чистенькая, светлая, да? Понимаете, и момент какой. Рита работает на двух работах, это все вот... Да что вы. И занимается с ней, ходит и на лыжах, катается на коньках. Диана, вы меня не уговариваете, потому что только из таких детей, которые видят, конечно, которые видят, как трудятся их родители, с них бывает. Только на свою личную жизнь не остается никакого времени. От того, что работаешь постоянно, и ребенок работает... Я думаю, что сюда приходят все-таки не лишиться проблемы с детьми, а все-таки найти любовь и семью. А тогда зачем наша жених, Серега? Вот я тоже думаю, зачем. Для любви. Для любви. Но вы знаете историю, Сергей. Вас это не испугало? Не испугало, но я не понимаю, как это можно бегать. А я вам хочу сказать, что, может быть, треть официальная мужчин на Кавказе. Именно так и живут. И всех устраивает. Поэтому чего тут не понимать? Ну такие они мужчины. Ну любят они нас, женщины. Никого ж не обидел, никого не обделил. Но я так думаю, что рысак уже подустал. Ему уже тоже хочется лежбища, и хочется вот такую медсестричку с такими глазками оленями. Поэтому не бойтесь, не бойтесь. А я почему-то верю, что ему просто нужна та, которая была бы самая-самая лучшая от совершенства, которую он не мог найти в этих троих. Ему в ту жизнь, в прошлую, уже возвращаться, наверное, не хочется. Правда? Ее нету той жизни. Я, как вы думаете, одного понятия. Конечно. Ридочка, хотите еще ребенка? Что-то выжили. Поэтому, девочки, сейчас слушайте внимательно, что мы будем о вас говорить. Спасибо. Вот это я сделаю. Спасибо. Молодец, забрала. А зачем приносила? Я думаю, поставить вам поближе туда. А вот это другое дело. Спасибо и ушла. Вот мне нравится. Мне хотя бы листик этот съесть. Дайте мне листик хоть попробовать. Ой. Слушай, ну вот смотри. Все-таки Лариса попробовала. Все-таки попробовала. Она не выдержала, Рита. Она не выдержала. Правда, напах обалденный. Что-то, Дмитрий, призадумался. Как Рита? Ну, в целом, все прекрасно. Умеет готовить с душой. Готова ребенка родить даже Сергея. Но, мне кажется, немножко типаж не Сергеев. Ну, ему нравится длинный цвет волос. Ну, худенькие, да. Ну, и высокие девушки. Ну, и дешать, в целом, все хорошо. Спасибо. Сергей? Ну, то, что она хорошая девушка, вопросов нет. Ну, понимаете, вот я лишь на них не смотрю, я не понимаю, почему они такие охородные. Голодные? Не охородные. Какие мучения. Ну, сколько мучились. Я не понимаю, понимаете. Бедолаги. Да потому что с мужчинами жить тяжело. Что ж теперь? Куда деваться? Что из-за вас? Точно. Молодец, сказала, да? С мужчинами. А не хочется приголубить, пожалеть? Если бы не было миллион счетов детства, я бы раздал даже не думаешь. Но мне нужна одна. Роза? Да мне тоже жалко. Жалко, жалко. Ну, а вот отлюбит прям до смерти. Мне так кажется. А что вам еще надо? Плюс, извините, самое важное. Я вам в начале программы сказала, медь-сестра, старость не с горами, знаешь. А медь-сестра в нашем возрасте, она прямо вот то, что надо. Рита, она за тебя, посмотри. Молодец. Ой, старость не с горами, все конкретно. Все, что угодно. Но определение жалко, к Рите не подходит совершенно, потому что она мега сильная женщина. Она очень сильная женщина. Цельный человек, она прекрасный человек. Поэтому, где ваши глаза, мужчины? Вы просто глупцы. Сильная женщина. Она тебя точно просчитала. Она вот видишь, что с людьми-то работает. Они же все видят. Да, они же все молодцы. Да, они все четко определение дают. Она очень нежная, тревожная. Это вот тот человек, про которого я говорила с самого начала. Женщина, которая будет бояться за вас. И вот часть ваших страхов, часть ваших эмоций возьмет себе. Другое дело, что нравится, не нравится, естественно, искра должна пробежать. Но девушка замечательная, я считаю, что для вас. Очень скоро мы узнаем, какой выбор сделает наш жених. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Они хорошие девчонки, они такие крутые. И, как бы, не знаю, почему-то то, что мы задавали тему, когда-то, а опять же, я говорю, что, понимаешь, как бы... Ну, что ты дружишь? Я не хочу быть один, это разные вещи. И, конечно, то, что, как бы, они есть, они хорошие. Дружить можно, допустим, я согласен с ним. Но сердце, конечно. Это первое, конечно. Нет, да, сердце... Никому, то есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Парни, пришло время выбирать невесту. Роза? Я, конечно, за нашу третью невесточку, Риточку. АПЛОДИСМЕНТЫ Умница, красавица. Сереж, конечно, мы веселились, много говорили о вас, вас оправдывали. Но что уж говорить, вы не смогли осчастливить ни одну из троих женщин, которые были рядом с вами. В результате вы остались ни с кем. Куча детей, 8 человек, тоже не с вами. Вы думаете, сегодня в 47 лет вы найдете молодуху и начнете и перепишете жизнь заново, если будете воспитывать своего нового ребенка? Так не получится, потому что 47 лет есть 47. Поэтому, мне кажется, в таком возрасте нужно уже жить прилично. У нас у всех инстинкты. И мне нравятся голубоглазые дальнобойщики, понимаете? Но я понимаю, что в моем возрасте уже неприлично так себя вести. Понимаете? Поэтому единственное, мне кажется, вас сегодня может реабилитировать, даже в глазах ваших детей, внуков и еще тех, которые родятся, это ваша семья. Где нравственность, как-то не странно, будет не на последнем месте. Вот Рита, вы посмотрите, какой целомудреннейший человек. Не получилось первым еще, у нее больше никого не было. Она посвятила себя всю своему ребенку, дочке. Она жертвенная, она и вашей семье себя посвятит. Я бы на вашем месте пошла к Маргарите. То, что не мой типаж, и ему не понравилось, уже видно, что даже без всего. Так-то он, в общем-то, он... Нет, он неплохой мужчина, как друг, да, но стоит... Обаятельно, нанавидно. Да, да, щедрый, то есть в этом плане, да. Я была бы счастлива, если бы вы зашли к Александре. Счастлива за вас. Потому что, на мой взгляд, это человек, который легко соотносится с вами и по жизненному опыту богатому, и по возрасту. А это немаловажно, какие песни вы слушали, в какой стране вы росли с ней вместе. Мне кажется, что наша первая невеста, Александра, это тот человек, который вам подходит больше всего. Ты выйдешь или нет? Нет, ну я, конечно, если он подойдет ко мне, конечно, выйду. Выбор за вами, Сергей. Вы можете пойти к кому-то. Вы можете не пойти ни к кому. У нас честная программа, на самом деле. Иначе бы не было у нас таких потрясающих результатов. Столько браков, столько детей. Выбор за вами. В любом случае, мы вас поддержим. А мне можно сказать или нет? Можно, нужно. Вы не должны оправдываться. Вы не обязаны. Лучше я никого не убираю. Я оставлю сердце для одной. Сергей, вы не пошли ни к одной из троих невест. Ни в одну из этих комнат. Но у нас есть четвертая комната. Не так много времени, но все-таки будет подумать и передумать. Поэтому отправляйтесь в четвертую комнату. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Артем, 23 года, номер 3054. Флэш-дизайнер. Занимается экстремальным спортом, читает научную литературу, мечтает о собственном дизайнерском агентстве. Познакомится с творческой девушкой, которая имеет собственное мнение и умеет заботиться. Александра, 26 лет, номер 3055. Предприниматель. Занимается виндсерфингом и катается на квадроциклах. Любит фильмы в стиле арт-хаус. Мечтает побывать в Мексике. Познакомится с мужчиной до 37 лет, который постоянно стремится к развитию. Мы не знаем, выйдет Сергей один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала и становитесь участником программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам «Давай поженимся». У нас сегодня жених, говорят, бывший парень, певица Максим. С нервом и с квартир где-то в пригороде. Она в злобе зеркало разбила, но не выбрасывать же. Взяла наклеила тебя. А деток вы хотите? Не очень сильно. То есть он был такой, там, на зеленом крутом Мерседесе. Да, волю тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю.